Доброе утро! Мы поздравляем вас и всех ваших сотрудников с праздником, а вот вспоминаем все-таки истории. Сейчас кажется это естественным, а как это было раньше? Вот если получается 20 лет всего регистрации имущества, а раньше как это было, если вспомнить? Ну если вспомнить историю, вообще учет земли у нас на Руси можно начинать с 9 века. Учет объектов недвижимого имущества, то есть острогов, крепостей. Они тоже были учтены? Конечно. Этот учет начал существовать со времен русской правды Ярослава Мудрого 1049 года. И затем, в следствии эволюции, времени... Совершенствование законов и появление законов. Конечно, да. Появление нотариата, в том числе в 19 веке, все это уже носило немножко систематический такой характер. Уже более это было как-то узаконено, прописано в документах уже. И до 17-го года Россия жила, то есть до революции 17-го года, Россия жила в системе учета недвижимого имущества и земли. И вплоть до того, что в Древней Руси, как я уже сказал, за убийство землемера можно было получить смертную казнь. Да вы что? Да, то есть это была очень такая специальность... Уважаемая? Уважаемая, да. Действительно, уважаемая земля. И охраняемая. И охраняемая государством. Охраняемая государством. Хорошо, вот мы историю вспомнили, а если вспомнить, с чего начиналась организация работы Росреестра в Югре? То есть это времена вроде бы не столь уже далекие? Ну, конечно, да. То есть мы говорим о 20-летии нашей службы. Мы знаем, что после 1991 года в Новой России также действовала официальная регистрация имущества. Но эту регистрацию проводила система бюро технической инвентаризации. Бета-имену. Бета-имену им народе, да. Они этим занимались до 1998 года. Затем правительству Российской Федерации было принято решение о создании учреждений юстиции в субъектах Российской Федерации. И в каждом субъекте Российской Федерации было создано учреждение юстиции при Министерстве юстиции Российской Федерации, которое стало заниматься учетом и регистрацией недвижимого имущества и сделок с ним. Затем, конечно, в 2004 году все это преобразовалось в федеральную службу. А в 2008 году из трех служб создали Росреестр. Создали Росреестр. Какие задачи на сегодня стоят перед сотрудниками Росреста? Какие, с чем, я вот уверен, я вчера мне довелось присутствовать на ваших праздничных мероприятиях, я видел, насколько уважительно представители самых разных структур, в том числе и государственные власти относятся к сотрудникам. Я уже не говорю про югорчан в целом, да. Какие задачи сейчас стоят перед сотрудниками? Основная задача, конечно, это оказание государственной услуги в сфере государственной регистрации, учета недвижимого имущества, частных лиц, юридических лиц. Также полномочия Росреестра распространяются в рамках государственного земельного надзора. Государственного земельного надзора в сфере геодезии и картографии, а также государственного надзора в сфере саморегулированных организаций арбитражных управляющих. То есть мы бдим, скажем так, контролируем еще наши арбитражных управляющих. Но ранее, конечно, у всех было понятие, что мы только государственной регистрацией занимаемся. Зарегистрировали квартиру и все, дело сделано. Да, но у нас еще есть ряд надзорных функций, которые мы также осуществляем, исполняем, проводим проверки, плановые или не плановые проверки в рамках государственного земельного надзора. Вот смотрим, нет ли самовольного занятия земельного участка, то ли целевое назначение использования данного земельного участка. Это касается в том числе юридических лиц компаний, да? Конечно, обязательно. То есть задекларировано одно, а, например, ведутся другие работы, да? Такое бывает по жалобам, например, да, то есть поступила жалоба, что действительно целевое назначение земельного участка одно, на самом деле оно используется по другому целевому назначению. Соответственно, в согласовании органов прокуратуры мы выходим на проверку неплановую и можем скрыть данный недостаток. Ну вот сейчас, как раньше было с землемерами, сейчас труд уважаемый, но в законе это не прописано, да? Какие-то действия за то, что... Раньше земля была самым большим богатством. А как сейчас, на данный момент, в 21 век? Разве нет? Ну, конечно же, все есть. Страна у нас большая, земель много. Удается вот так, чтобы все земли были поднадзорны? Да, в принципе, у нас же есть... Как раз мы и говорим, что о функции геодезии и картографии. Это как раз и ортофотопланы, съемка земли, то есть перевод данных снимков в цифру, опять же, да? То есть это вот та функция, которой мы также занимаемся. То есть, получается, используются современные технологии? Конечно, да, конечно. Спутниковые... Спутники? У нас есть и спутниковые приборы, есть у нас и беспилотный летательный аппарат, квадрокоптер называется, да. То есть, если мы захотим увидеть, занимают ли собственники не свою землю, мы просто, скажем так, сделаем подъем данного аппарата, снимем, например, какое-либо товарищество садовое, да? Так, вот сейчас мы уже ближе к людям подошли. И увидим, где стоит заборчик. Наложим это все на кадастр и увидим, где стоит забор, где есть, как говорится, нарушение границ земельных участков. Соседей, несоседей, своего общества и так далее. То есть, в принципе, технологии нам это позволяют сделать. То есть, это один из тех вопросов, с которыми югорчане обращаются в Росреестр на данный момент? Обязательно, да. Кроме регистрации. Регистрация, это, конечно, основная функция регистрации, в учет недвижимое имущество. Потому что все мы являемся на сегодняшний день частными собственниками этого имущества. У каждого, наверное, у нас зарегистрирован какой-то объект недвижимости в виде квартиры, земельного участка. Но кое-кто об этом мечтает. И к этому обязательно мы желаем, чтобы югорчане пришли. Да, но все больше и больше таковых счастливых людей становится. Потому что с каждым годом мы видим, что сдается миллион квадратных метров в Югре. Этот миллион квадратных метров как-то его выкупают наши граждане. Соответственно, они становятся счастливыми правообладателями данных жилых площадей. Мы желаем, чтобы благосостояние югорчан, в том числе и сотрудников Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому округу, неизменно росло. Ну и чтобы, разумеется, все сотрудники были счастливы и получали удовольствие не только от работы, но и от жизни. Спасибо. Владимир Александрович, большое спасибо, что пришли и хорошего дня. Еще раз праздник. Спасибо огромное. Спасибо.